приветствую уважаемые трейдеры вы смотрите рубрику пульс рынка с марией кухтой и сегодня на обзоре я пройдусь по таким блоком как фондовые индексы фондовый рынок посмотрим рынок металлов а также посмотрим валютный рынок а давайте начнем с фондовых индексов и посмотрим индекс nasdaq друзья nasdaq это тот инструмент который я рекомендую торговать ближайшее время на следующей неделе ищем точки захода на покупку по данному индексу а почему покупка потому что есть у нас уверенный заходной ланговый импульс от 10 ноября после которого видим консолидацию позиции с сжатием вниз то есть коррекцию по данному индексу окончание коррекции движение наверх который мы видели в начале января подтвердила окончание коррекции и пятничная дневочка импульсно показала ланговые свежие перекрытия чем дополнительно подтвердила ланги по данному индексу выше зеркального уровня поддержки 11 300 рекомендую открывать покупки а покупки либо секущих мы увидим либо еще какая-то коррекция до набор позиции в рамках пятничной девочки у нас произойдет но тем не менее ланговое настроение у нас отличная по данному индексу и следующая цель для роста это сопротивление 12 100 то есть если уходим наверх я думаю что очень скоро мы увидим эту ценовую зону сопротивления и не если будем прорываться выше данного уровня то отличные дальше у нас перспективы для алангов от куркуйца также видим что поджимаются наверх на дневках это дополнительный такой еще значит элемент который подтверждает ланговое настроение по данному индексу поэтому торговый рекомендации свежий для вас это работать на покупку по индексу nasdaq так давайте фондовый рынок ночь посмотрим начнем с акции netflix друзья netflix на самом деле себя просто шикарно отрабатывать я напомню что ранее я вам рекомендовала открывать ланги по данной акции еще 5 января на закрытию рынка записывал обзор в котором рекомендовала работать на покупку по акции netflix покупка себя уже шикарно просто отработала после выхода отчета компании netflix мы видим что акция с гепом открылась пятницу то здесь хороший ланговый подтверждающий момент у нас здесь был и текущая картинка у нас дальше продолжает смотреться на рост поскольку мы торгуемся выше с поддержки прощение 322 то есть этот уровень для нас был уровнем сопротивления который мы пробили прорвались выше данного уровня и уверенно дальше смотримся на покупку если вы покупали данную акцию по моей торговой рекомендации рекомендую удерживать ланги и дальше будем сопровождать нашу торговую позицию я напомню что весь анализ я анализ графиков я делаю в соответствии своей авторской торговой стратегии которую я разработал на протяжении девять лет в трейдинге и не вы сами можете видеть как я анализирую рынок как я по ним понимаю рынок и как отрабатываются те торговые идеи которые я вам рекомендую торговать но на самом деле это вершина айсберга то есть на обзорах я вам уже показываю результат если вас интересует сам процесс отбора паттернов если вы хотите узнать подробности как я анализирую рынок как я отбираю торговые паттерны как я вижу графики можете записываться ко мне на курсы обучения курс обучения индивидуальные и на курсах обучения все подробно рассказываю все нюансы как анализа рынка так и отбора торговых паттернов так и нюанс отбора торговых паттернов то есть все все это вы узнаете на курсах обучения кроме того после окончания обучения еще полгода поддержки от меня вы получаете то есть это как помощь в анализе графиков так и помощь в трейдинге для вас буду торговые рекомендации давать я буду помогать с анализ графической ситуации на рынках буду помогать с анализом торговых паттернов на рынке отбором торговых паттернов то есть если вас это интересует пишите мне в личку и записывайтесь ко мне на курсы обучения так netflix мы с вами посмотрели давайте посмотрим следующую акцию акция адоб адоб шикарно просто растет друзья здесь я тоже отобрала вам эту акцию для вас для того чтобы вы могли открыть слонги от текущей консолидации позиций который у нас происходило за последнюю торговую неделю по акции адоб а здесь выше локального уровня поддержки 337 я рекомендовала открывать на покупку не и выше зеркального уровня поддержки 325 здесь у нас консолидация позиции нарисовала такой откатный минимум после чего фланговый перекрывающие движение и еще одна текущая локальная консолидация консолидационного накопления из этого накопления мы уже видим хорошую импульсную реакцию на север мы прорвались выше текущего сопротивление 350 закрепились выше и дальше продолжаем смотреться на покупку по акции адоб инк друзья если вы покупали по моей торговой рекомендации удерживаем лонг цели для роста у нас здесь замечательные то есть скорее всего что зеркало мы будем пробивать зеркало которое у нас образовалась уровнем гепа мне 362 сопротивление потому что мы пробьем спокойно потому что уже уверенный импульсный рост локально мы видим накопление позиции позволит позволит увидеть хороший среднесрочный лонг о данной акции поэтому удерживаем лонге смотрим за моими следующими обзорами и в этих обзорах обязательно буду делать по торговым рекомендациям как по фондовому рынку так и по остальным рынкам и меня будут сопровождать наши торговые позиции и мои торговые рекомендации и собственно буду говорить когда нужно частично фиксировать когда нужно возможно фиксировать полностью позицию все эти моменты следите за моими следующими узорами на них буду вам рассказывать все подробно поэтому а текущая картинка по адоб отличный импульс наверх уже шикарно себя отрабатываем локально и продолжаем дальше смотреться на среднесрочный лонг акцию мэта давайте посмотрим мэта еще в декабре месяце от а текущей консолидации позиции локальной выше уровня откатного 113 2 я вам рекомендовала открывать лонги в рамках своей авторской торговой стратегии друзья после уверенного лонгового движения перекрывающего мы увидели замечательную отработку как я и прогнозировала мы пробили зеркальное сопротивление 123 6 закрепились выше и продолжаем уверенный рост по данной акции на прошлой неделе нарисовали локальный откатный уровень 132 6 здесь мы его перекрыли на следующую на следующий день то есть четверг перекрытие и пятница уже новый локальный максимум по акциям это поэтому друзья продолжаем дальше работать на покупку по данной акции удерживаем лонги несмотря на то что среднесрочным себя уже отработали у нас перспективы для дальнейшего движения на север отличные и сохраняются поэтому настроение продолжает быть лонговым по акциям это а макдональдс давайте посмотрим это та акция которую я еще на прошлой неделе вам рекомендовала открывать на покупку смотрите текущая картинка у нас неплохо подтверждает покупки почему потому что ключевым моментом это на данном графике это импульсное перекрытие который мы видели в пятницу на торговой сессии по данной акции хороший импульс наверх в пятницу перекрывающий здесь у нас еще перекрытие было локально удержание уровня поддержки 264 6 показывает хорошую перспективу для дальнейшего роста по акции макдональдс учитывая характер накопления позиций а также учитывая уверенный защитный импульс слева я думаю что хороший выстрел на север мы увидим очень скоро здесь у нас сопротивление в районе 280 но тем не менее а я думаю что данный уровень сопротивления будем пробивать и если посмотреть более глобально здесь у нас нет никаких преград для дальнейшего роста пробьем 280 сопротивление и дальше будем среднесрочно расти поэтому продолжаю рассматривать покупки по акции макдональдс целью на пробитие сопротивления консолидационного 280 и выше со среднесрочными перспективами защита импульсная такая уверенная сильная слева у нас есть не поэтому рост примерно на диапазон этот ценовой ожидаю синопсис акцию давайте посмотрим у меня уже неплохо мы подтверждаем покупки смотрите еще находимся в рамках консолидационного накопления после перекрывающего импульса который у нас прошел в ноябре месяца но тем не менее друзья тем не менее закрытие пятничной дневки у нас показала локальную реакцию на поддержку 330 ценовой уровень поддержки локальная реакция есть у нас пятничная поджимаемся наверх уверенно поэтому продолжаю рассматривать ланги по акции с лопсис здесь у нас просто еще до набор торговой позиции происходит текущая консолидация но несмотря на это есть у нас шансы для прорыва сопротивления 350 максимума который мы видели 1 декабря 363 и выше если будем пробивать эти ценовые зоны следующая цель для роста 390 ценовой уровень сопротивления другими словами продолжаем смотреться на покупку по акции синопсис удерживаем ланги и зарабатываем на покупках давайте посмотрим еще акцию housing development финанса друзья здесь есть у нас реакция на поддержку 2605 прошу прощения значит мы среагировали перекрыли и несмотря на то что здесь мы находились возле сопротивления 2711 я вам рекомендовала открывать покупку почему потому что на самом деле все уровни пробиваются все трендовые линии пробиваться зеркала пробиваются при условии наличия торгового паттерна если есть паттерн он показывает когда произойдет пробить и сопротивление когда произойдет пробить и зеркала либо трендовый либо еще каких-то вспомогательных элементов на графике поэтому учитывая характер движения по housing development финанс акции за последние несколько торговых дней перекрытие у нас нарисовалась поджатие наверх отлично есть реакция на поддержку есть замечательная консолидация позиций есть уверенная значит позиция быков а на рынке мы здесь не пустили акцию до зеркала 2505 удержали поддержку 2608 проконсолидировались выше данного уровня поддержки то есть даже коррекция как вы видите у нас не глубокая получилось мы консолидируемся фактически на максимуме роста который мы видели сначала октября по ноябрь по середину ноября прошлого года консолидируемся на максимуме этого роста есть защитный импульс слева от 11 ноября это значит что хорошая замечательная здесь у нас есть торговая ситуация для выброса на север быки в тренде здесь себя уверенно чувствуют поэтому продолжаем рассматривать покупки по акции стикером hdfc с целью на пробитие сопротивления текущего 2712 и с целью на достижение следующего ценового уровня это 2930 максимум который мы видели в апреле месяца прошлого года так акции шеврон давайте еще посмотрим по акции шеврон здесь у нас отлично есть торговая ситуация на покупку продолжаем смотреться в лонг мы показали снижение коррекционные до уровня 168 здесь зеркало было немножечко не добили до зеркала тем не менее реакция импульсная раз реакция импульсное перекрытие 2 текущее накопление позиции консолидация которая подтверждает наличие перекрывающего движения по данной акции сторону тренда работаем в сторону покупок работаем по данной акции и с целью на прорыв сопротивление 186 187 и выше а почему считаю что данный уровень сопротивления мы пробьем потому что если я правильно проанализировала рынок то после окончания коррекции мы увидим рост по данному инструменту рост примерно на ценовой диапазон который мы видели слева защитный то есть защита здесь у нас раз окончание коррекции и ожидаем хороший рост по акции шеврон друзья смотрите за моими следующими обзорами обязательно буду делать апдейты обязательно буду говорить где нужно фиксировать часть торговой позиции и каким образом дальше нужно сопровождать нашу торговую рекомендацию на покупку рекомендация у нас актуальна поэтому продолжаем работать в лонг по акции шеврон так акции юнп давайте посмотрим юнп здесь у нас среагировала на поддержку 205 ценовой уровень поддержки есть реакция на данный уровень еще до набрали здесь торговую позицию несмотря на то что мы вот так зажались вниз немножечко за последние несколько торговых недель все таки дней прошу прощения но все таки считаю что данная акция у нас в пятницу показала хороший лонговый локальный импульс есть удержание 205 поддержки и поэтому все предпосылки у нас для дальнейшего роста присутствует консолидация позиции защитный импульс слева поэтому ожидаю выброса на север по данной акции продолжаем работать на покупку с целью на прорыв сопротивления 219 с половиной и выше если будем пробивать все данный уровень сопротивления следующие ценовые зоны 235 и 241 а ценовые зоны сопротивления так это что касалось фондового рынка теперь давайте еще посмотрим те торговые идеи которые вы от меня получали на прошлой неделе свежие в четверг я напомню что я записывала обзор в котором рекомендовала открывать покупку по серебру давайте посмотрим данный металл серебро друзья у нас шикарная просто консолидация позиции текущая нарисовалась по серебру выше поддержки 2340 есть очередная реакция на этот уровень поддержки импульс наверх в четверг здесь я записывала моменте практически на закрытие дневки записала для вас обзор в котором рекомендовала открывать покупку по серебру пятничная дневочка у нас подтвердила лонговое настроение по данному металлу поэтому друзья продолжаем работать на покупку продолжаем смотреться в рост с целью на пробитие сопротивления 24 3 и выше просто замечательный здесь сильный консолидационный торговый паттерн сформировался защита импульсная слева есть 20 декабря импульс наверх есть хороший уверенный тренд лонговая тенденция поэтому рекомендую продолжать работать на покупку все предпосылки для роста у нас сохраняется анализ у нас актуален анализ у нас сохраняется и ожидаем хорошего импульсного выброса на север по серебру валютный рынок посмотрим индекс доллара по индексу доллара у нас замечательный торговый паттерн сформировался я вам рекомендовала открывать шорты по индексу доллара ниже сопротивление 102 с половиной а после импульсного пролива вниз и несмотря на то что здесь мы консолидировались на минимумах импульсного движения друзья ни о каких лонгах здесь речи не было то есть если рынок рисует торговую ситуацию на продажу мы открываем продажу для того чтобы работать в лонг по индексу доллара нужно подтверждение для покупок поэтому как вы видите индекс доллара у нас отрабатывает шорты о которых я говорила сторону шортовые тенденции в сторону защитных слева импульсов от текущего накопления позиции от текущего локального паттерна который нарисовал остановку коррекционного движения в районе 102 и 6 после защитного импульсного пролива от 12 января и уже локальную отработку мы видим если посмотреть дальше текущая картина у нас показывает продолжение снижения по индексу доллара с целью на обновление текущих минимумов и ниже то есть график сам показывает как нужно куда вы уверены как в какую сторону нужно открывать сделки куда нужно торговать рынок и вы сами можете видеть как я понимаю эти элементы на графике и как они себя отрабатывают поэтому друзья еще раз только шорты по индексу доллара пока не произойдет лонговое перекрытие пока не будет хороших защитных факторов для работы в лонг этого нет а это значит что работаем на снижение вернее продолжаем работать на снижение по индексу доллара еще евро давайте посмотрим друзья по евро тоже в четверг говорила о том что ожидаю рост по евро несмотря на то что здесь у нас такой пин бар был в среду мы удержали откатный уровень 107 80 локальный после уверенного заходного импульсного роста которые мы видели в начале января текущая консолидация позиции удержания откатов и как видите уже пятничная девочка у нас показывает локальный рост и это значит что мы дальше дальше продолжаем смотреться на покупку по евро с целью на пробитие текущего консолидационного сопротивления 1 0 8 65 и выше в сторону защитных импульсов слева в сторону уверенной лонговой тенденции от текущего локального лонгового паттерна ну что ж друзья у меня на сегодня все если вам понравился сегодняшний обзор поставьте пожалуйста лайк я напомню что все мои торговые рекомендации все видео вы можете смотреться на моем youtube канале мария кухта трейдер обязательно подписывайтесь на мой youtube канал здесь есть все видео все идеи не постфактум вы сами можете видеть и сами можете убедиться в эффективности моего понимания рынка и моих значит торговых паттернов которые я понимаю которые я отбираю на различных рынках как на криптовалютному рынку так и на фондовому рынку валютный рынок рынок металлов фондовые индексы товаре товарно-серевой рынок все рынки друзья анализирую рынки ходят по торговым паттерн рынки формируют торговые паттерны одинаково поэтому торгуем те моменты вернее я торгую я понимаю те моменты которые рынок рисует и соответственно торговые рекомендации для вас даю в своих видео обзорах если желаете получать больше торговых рекомендаций можете подписаться на мой закрытый канал в телеграме канал сигналов где вы будете получать от меня всегда актуальные хорошие торговые идеи так и если вас интересует мой подход к анализу рынка еще раз напомню что можете записываться ко мне на курсах обучения все подробности отбора паттернов рассказываю на курсах обучения то есть результат вы видите в обзорах я показываю свое понимание рынка для того чтобы отобрать торговые паттерны то есть процесс отбора процесс анализа графиков он подразумевает наличие нескольких и не нескольких а многих торговых моментов многих ситуаций которые нужно понимать прежде чем определить рынок поэтому все эти нюансы все подробности анализа своего и своего понимания рынка рассказываю на курсах обучения поэтому кому интересно пишите мне в личку записывайтесь на обучение все мои контакты будут под видео так и также не забывайте подписываться на открытый телеграм-канал мария кухта трейдер также там будут торговые рекомендации от меня туда я буду дублировать свои видео обзоры и соответственно вы также будете получать актуальные торговые рекомендации от меня регулярно по различным финансовым рынкам и также будут видео с обучающим контентом ну что ж всем спасибо за просмотр хорошего вам дня хороших выходных не забывайте ставить лайки если вам понравилось видео не забывайте задавать вопросы вопросы по тому материалу который я рассказывал на обзорах вопросы по инструментам которые вы торгуете не забывайте писать свои комментарии свои реакции и отзывы буду благодарна за ваши отзывы и реакции всем хорошего дня до скорой встречи